Всем привет! Меня зовут Дмитрий Карпов. Мы находимся в сезонном центре пляжного спорта Песок. Очень много любителей пляжного волейбола задают мне один и тот же вопрос. Почему так быстро новые мячики Mikasa VLS 300 приходят в негодность? А именно почему спускают нигвели? Что с этим делать? Сегодня мы как раз таки ответим на этот вопрос и разберем, что же делать и как отремонтировать дорогостоящие мячики. Поехали. Итак, что нам потребуется для того, чтобы реанимировать ваш мячик? Непосредственно сам мячик, который мы хотим спускать нигвели. Наша ситуация, вот видно, что нигвели спускает, надувается пузырик. Значит, мы берем насос с иглой, мгновенную резинку для денег, желательно потолще, чтобы они были не тонкие, а именно потолще само сечения, ну и ножницы, на которые мы будем это все отрезать. Так, что нам нужно будет сделать? Первое, мы отрезаем кусочек примерно в 3-3,5 сантиметра. Этим кусочком резиночки мы будем затыкать непосредственно наш нигвель. Так, как это все происходит. На серединке кладем резиночку, смачиваем нигвель слюной и аккуратненько придерживаем затыкаем дырку непосредственно. Так, посмотрим. Все равно с первого раза бывает не получается сразу, немножко спускает со всех сторон. Поэтому мы складываем резиночку еще раз пополам, кончик, который у нас образовался, также упираем и проталкиваем его еще раз в нигвель. Придерживаем, когда вытаскиваем. Не получается с первого раза. О, нож. Теперь проверяем. Видим, да, что нигвель перестал спускать. Кончик, который остался от резиночки, мы аккуратненько обрезаем. Да, и теперь этим мячиком можно совершенно спокойно пользоваться и играть. Итак, вы отремонтировали мячик, сэкономили 4,5 тысячи рублей, нигвель больше не спускает, потратили на это буквально одну минуту. Какие рекомендации я могу вам дать по использованию этих мячей? Первое, если вы будете подкачивать этот мячик, то вам придется иголочкой протолкнуть просто резинку вовнутрь мяча. У вас появится характерный звук внутри мяча, но ничего страшного в этом нету. Просто берете новый кусочек резинки, также его вставляете, проверяете, чтобы нигвель не спускал. Значит, второе, рекомендую не пользоваться в очень жаркую и в очень холодную погоду таким мячом. Потому что разница в температуре, подумал, мячик просто или спустится, или накачается очень сильно, и поэтому будет не очень комфортно им играть, и придется его опять подкачивать или спускать. Значит, пользуйтесь лучше такими мячами в открытых центрах, и тогда никаких проблем с использованием не будет. Так мы потратили всего несколько минут, нашли кусочек резинки и спасли ваш любимый мячик за 4,5 тысячи рублей, который приносил вам удачу на турнирах и на тренировках. Отдельное спасибо хочу сказать Михаилу Виноградову, от которого я впервые услышал про данный метод реанимации мячей. Надеемся, что этот совет был полезен для вас. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите нас в других социальных сетях. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok